Начнем это видео с небольшого trivia time. У меня для вас есть вопрос, ответьте на него в комментариях. И я пролайкаю все правильные ответы. Готовы? What are the two ways to spell seen? Удачи! В этом видео мы разберем список самых бесячих ошибок в английском языке. Ошибки, которые все совершают, рано или поздно. И ошибки, которые иногда действительно, ну просто сводят нас с ума. Вы, возможно, знаете правила, и вы знаете, как правильно говорить, но почему-то вот как-то вот так вот. И как говорится, знаете, врага нужно знать в лицо. Поэтому сегодня мы как раз таки это с вами и разберем. И посмотрим, какие из этих ошибок вы совершаете, чтобы к концу этого видео вы больше этого не делали. Поехали! Первая очень надоедливая для нас, как студентов английского языка, ошибка, это использование неправильной формы глагола. И тут есть две разные категории. Первая категория это случайно. Упс, I didn't mean to said that. Но зачем говорить said, когда уже есть didn't? Одного изменения хватит в предложении. I didn't mean to say that. Упс, я не намеревался, не хотел это сказать. Как-то случайно получилось. Упс, I didn't mean to say that. Но иногда вот так вот, как-то вот переклинивает в голове. Ну и второй тип ошибок в этой категории, которая, наверное, еще более бесячая и надоедливая, это когда носители языка делают это намеренно. Например, девочки очень часто говорят, Oh, I need to go get my nails, did. Did? Done. И вы думаете, они этого не знают? Они это знают. Они говорят так специально. Или, например, Oh, yeah, I never did that before. Before. Мы говорим про жизненный опыт или его отсутствие, надо использовать present perfect. I've never done that before. Думаете, они этого не знают? Они это знают. Это просто намеренное упрощение речи, которое в целом является грамматически не особо корректным, но люди это делают. Поэтому это первая наша бесячая ошибка. Это не та форма глагола. Кстати, говоря про формы глагола и про present perfect очень удачно, потому что ошибка номер два – это постоянная путаница с past simple и present perfect. Да, конечно, я понимаю. Я понимаю, что концепция довольно-таки удобная для того, чтобы их путать. Но сейчас я постараюсь вам такой пример дать, который поможет вам расставить все по полочкам. Смотрите, во-первых, present perfect. Главное отличие present perfect от past simple – это то, что оно в названии. Past simple – это прошедшее время. Present perfect – это настоящее время. То есть главный фокус у нас будет в present perfect на настоящем времени. И смотрите, очень простой пример. Видите, что это такое? Как это по-английски называется? Фон, селфон, смартфон. Мы говорим просто фон. Смотрите, два разных предложения. Have you seen my phone? И did you see my phone? Я потерял телефон. Ищу его. Где же он, ё-моё? И я спрашиваю вас. Каким вопросом я спрашиваю? Я спрашиваю, have you seen my phone? Потому что я ищу его сейчас. И на настоящий момент времени, на текущий момент, я спрашиваю, видел ли ты в прошлом до настоящего момента хоть раз мой телефон где-нибудь? Хотя бы один раз. Да, у меня в голове вот эта вот фраза. Хотя бы один раз. Ты видел где-нибудь? Как-нибудь, когда-нибудь. Have you seen my phone? I can't find it. Да, здесь мы используем present perfect. Да, это настоящее время. Да, мы используем, так скажем, какие-то прошедшие моменты в этом времени. Но главный фокус всегда на прямо сейчас. Вторая ситуация. Я купил новый кейс для телефона, новый чехол. И, ну, парочку часов назад я всем показывал, смотрите, какой крутой, вот это да, какой необычный, с ума сойти. И потом мы говорим, ой, wait a second, did you see my phone earlier, when I was showing it to people? Did you see my phone? Look. Да, то есть тут, когда я говорю, did you see my phone, тут я говорю уже не про настоящее время, видел ли ты его когда-нибудь, потому что я не могу его найти, а я говорю про вот в прошлом тогда, я всем показывал, ты видел, когда я показывал? То есть здесь мы говорим про конкретную, про конкретное событие в прошлом. Пример номер два. I ate и I have eaten. I ate – это простое действие в прошлом. Следовательно, здесь нам нужно чуть больше контекста, так как мы рассказываем какую-то историю о каком-то событии в прошлом, о том, как мы ели, что, где, с кем, когда, почему. Это past simple. Storytelling включает в себя past simple. Но когда я говорю I have eaten, это вы меня спросили сейчас. Ты голодный? Хочешь кушать? Я говорю, no thanks, I have eaten. Или I have already eaten. Это значит, что сейчас, на данный момент, я вот когда-то тогда поел, и самое главное, что сейчас, из-за этого я не голодный. Ого, прикольное видео. Хм. А знаешь, кто не делает такие ошибки? Кто? Все, кто прошел курс от elementary до intermediate. Более 15 тысяч человек, между прочим. А, а что там на этом курсе? Ну как, что он длится 7 недель, и там четкая система, которая поможет вам закрыть пробелы и обрести новую информацию без, я это называю, просроченных знаний. Без просроченных знаний. Без олдскула. После этого курса переучивать ничего не нужно будет. Не, ну прикольно. А я смогу с тобой поболтать лично? Конечно, у тебя будет доступ к моим эфирам. Вопрос-ответ на 3 месяца. А если ты будешь участвовать в челленде, это когда мы подбираем тебе study buddy, вы делаете домашки вместе, набираете баллы, ты даже можешь выиграть со мной личную консультацию. Один на один. Ну блин, это, конечно, прикольно, но это, а... Скидку дашь? Хм, хороший вопрос. Ну давай, введи на сайте промокод annoying 10, annoying 10, annoying 10, annoying 1, 0. А вообще самое крутое предложение это set. Покупаешь elementary до intermediate, intermediate до advanced, и в подарок еще получаешь мой офигенный курс по американскому произношению, чит-коды произношения. Просто максимальная прокачка английского за год, так мы еще и поработаем над твоим произношением. Блин, ну все, хорошо, а ссылка в описании, да? Я оставлю тебе ссылки в описании. Следующая ошибка, и эта ошибка, мне кажется, уже на пути за дверь, on the way out, как говорится, потому что, ну уже я очень редко вижу контексты, где это прям действительно очень важно, помимо, естественно, академического контекста. Но есть такие типы глаголов, как глаголы состояния и, ну, обычные глаголы действия. И просто чтобы вам напомнить, что такое глаголы действия, это прям реальные действия, которые вы можете физически своим телом проделать. Ну, не всегда, но об этом так проще думать. Eat, run, write, go, do, make. Это глаголы действия. Глаголы состояния, это глаголы, которые не выражают какое-то конкретное активное физическое действие, а больше говорят о, естественно, состоянии. Love, hate, remember, feel, believe и всякое такое. Know, очень важные, кстати говоря. И правило такое. Глаголы состояния не используются с временами progressive. С временами progressive мы используем только глаголы действия. Но это правило нарушается постоянно просто, да? Например, глагол состояния no. Да? Смотрите, здесь очень интересно. No не будет исключения в данном случае, потому что no, ну, редко, 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 редко можно засунуть в прогрессив формулу. Например, вы хотите сказать, что да, прямо сейчас я знаю, но вы не можете сказать I am knowing about this. Нет. Вы скажете I know about this. В обычном present simple, потому что это глагол состояния, глагол состояния, как правило, не используется во временах progressive. Ну так вот, тут начинаются уже приколы. Например, why do you hate me? Почему ты меня ненавидишь? Why are you hating? Why are you hating? Здесь уже это продолжительное... Вот, вы прямо сейчас говорите про меня какие-то гадости, говорите там что-то про меня плохое, вы меня принижаете. На данный момент я могу сказать Why are you hating? Я могу так сказать. Может быть, не в эссе и не в тойфле, но я могу так сказать. И здесь время progressive, present progressive используется по как раз-таки его назначению и значение моего высказывания отличается от простого present simple. Why are you hating? Why do you hate? Why do you hate? Это обычно, регулярно. Why are you hating? Прямо сейчас. По назначению. Perry, why are you hating this morning? Или, например, глагол состояния feel. По правилу, как бы сказать I'm feeling something нельзя. Нельзя, нужно сказать I feel something. Например, I feel sad. I'm feeling sad. Как бы по правилу нельзя сказать. Ну, все так говорят. I'm feeling a bit under the weather. I'm feeling a little under the weather. I'm just feeling a bit out of it today. Да, опять-таки. Это правило уже одной ногой за дверью. Я не знаю, когда это станет более общепринято с такими исключениями. Да, как love, hate, feel. Но посмотрим. Английский язык меняется. И мы меняемся с ним. Следующее. Это употреблять if с конструкцией будущего времени. Сразу же, в одной и той же clause. Ну, или использовать будущее время в if clause. У нас есть такие предложения, которые называются conditionals. Условные предложения. Вы ставите условия и показываете, что происходит, когда это условие выполняется или не выполняется. Например, I will let you know if I find anything. Я дам тебе знать, если я что-то найду. То есть тут я показываю условия, если я что-то найду. И, как правило, что произойдет, когда это условие выполнится. Я дам тебе знать. И в никакой формуле ни одного условного предложения, ни нулевого, ни первого, ни второго, ни третьего, ни смешанного первого типа, ни смешанного второго типа, нет такой конструкции, что в части условия, где слово if можно использовать будущее время. If I get this job, I'll be so happy. Это и так уже будущее время. Здесь не нужно добавлять. If I will get this job, I will be very happy. Такого не бывает. Такой формулы не существует. Носители языка часто рушат это правило, но немножко в другую сторону. Не про будущее, а больше про некорректное использование именно условных предложений в этих частях. Например, If I had known about this, I would have been more careful. Отлично кондичнл просто. И правило у нас такое, это третий кондичнл. В первой части у нас past perfect, не в первой, то есть в части условия у нас past perfect, а в части результата у нас would have глагол в третьей форме. Или could have, ну в общем модальный в прошлом. Но иногда носители языка могут коротко сказать If I would have known. Only if I would have known. Но правильно сказать Only if I had known. И я не уверен, насколько это намеренная ошибка. Но это действительно довольно-таки широко распространено. Но когда дело доходит до будущего времени, конечно, не очень. И это действительно ошибка. Следующая ошибка. И эта ошибка эксклюзивно распространяется только на носителей русского языка. Ну нет, нет, я вру. Нет, да, нет. Это не распространяется эксклюзивно только для носителей русского языка. Но эта ошибка более прикладная для вас, нежели все остальные до этого. Местоимение we не используется так же в английском языке, как в русском языке. Мы с моими друзьями пошли в кино. Когда вы говорите на русском языке мы с моими друзьями пошли в кино, вы говорите про себя, про ваших друзей. Мы с моими друзьями пошли в кино. Это как бы знаете, вы добавляете информации. Мы с моими друзьями пошли в кино. В английском языке такого не бывает. В английском языке мы, we, уже подразумевает меня и кого-то еще. То есть вы не можете сказать we went to the movies with my friends. Потому что когда вы говорите, вы говорите we и потом еще your friends, а вы кто еще, кого вы еще забыли? Мы, то есть я и кто-то еще. И еще плюс группа моих друзей. То есть we уже подразумевает вас и кого-то еще. Поэтому просто говорите we went to the movies. Но если непонятно, кто такие we, то вы говорите my friends and I went to the movies. My friends and I went down there to film our movie. Следующая ошибка тоже связана с местоимениями и это разница между me and I. И носители языка здесь допускают ошибки во всех диапазонах просто. Либо это ошибка прям стандартная ошибка путаницы, либо это ошибка вызванная тем, что они пытаются сильно слишком много корректировать. Overcorrection. Давайте залезем в мозг носителя языка. Носитель языка думает, окей. me это что-то более такое, знаете, расслабленное. И I звучит более так возвышенно и умно. Поэтому я скажу, да, my boss invited my friend and I to dinner. Звучит хорошо, звучит умно и формально. Но это неверно. В данном случае это неверно. My boss invited my friend and me. Или me and my friend. Почему? Очень просто. I это местоимение, которое стоит и играет в позиции подлежащего. Me это местоимение, которое стоит и играет в позиции объект, дополнение. В данном случае my boss это подлежащее. Invited это сказуемое. А мой друг и я это объект предложения. Объект, дополнение. Поэтому в данном случае я буду использовать me. Потому что мы встали в форму объекта предложения. Но если получилось наоборот и мой друг и я пригласили босса на ужин, то тогда, так как это уже подлежащее субъект предложения, тогда я буду использовать I. Странная ситуация, но всякое бывает. Поэтому не поддавайтесь этим соблазнам и не поддавайтесь этому вот over-correcting. Знаете, тут очень строгое правило. Если это субъект предложения, то это I, если это объект, то это me. И все. Никакой путаницы, никаких других аспектов вообще. Это все. Ну и последняя ошибка на сегодня одна из самых надоедливых. Это ошибка, с которой мучаются все. И опять-таки у этой ошибки есть две категории. Ненамеренное и намеренное. Не согласовывать подлежащее и сказуемое. Всегда должно быть согласование и они должны ладить в предложении и работать друг с другом хорошо. Например, если вы знаете, что ваше подлежащее в предложении это подлежащее третьего лица единственного числа, что вам нужно сделать с глаголом? Поставить S. She talks too much. She третье лицо единственное число. Или she давайте заменим на имя. Например, Дима. Дима talks too much. То же самое, третье лицо единственное число. Но если, например, это будет множественное число, like these students, то тут глагол мы не меняем. These students talk too much. Любая путаница наоборот является ошибкой. Дима talk too much. Дима talks too much. These students talks. These students talk. Но здесь есть еще намеренный аспект. Носители языка это делают специально, потому что, ну я не знаю, если честно, почему, таким образом речь звучит более расслаблено, более, более сленгово, более, я бы не сказал естественно, но я бы сказал ну расслаблено и сленгово. Наверное, вот так. He doesn't do that. Отличное предложение, ни малейшие ошибки. Носители языка иногда могут себе позволить сказать he don't do that. He don't do that. Но это, естественно, неверно. Ну это некорректно с грамматической точки зрения. Но на улице можно все. Ну и вот, не забудьте ответить на мой trivia вопрос с начала этого видео в комментариях и еще плюсом дополнительно напишите в комментариях, какие из этих ошибок вы знаете, что вы допускаете или допускали и какие из этих ошибок вы не допускаете вообще. Спасибо большое за просмотр. С вами Веня Пакман на канале LinguaTripTV и, о, кстати, подождите, у меня для вас еще одно есть видео, которое вам наверняка очень понравится. Вы можете просто нажать на него и оно автоматически сразу включится. Спасибо вам большое. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Давайте учить английский вместе, потому что английский это не скучно. Это довольно-таки интересный, веселый язык. Поэтому, почему бы и нет, присоединяйтесь к нам. Увидимся в следующий раз. Bye!